Сегодня прошло очередное совещание с правительством республики. Говорили о капитальном ремонте, работе бизнес-омбудсмена в прошлом году и дополнительных ограничениях для курильщиков. Обо всем по порядку в нашем репортаже. Представьте, жители того или иного дома сдавали деньги на капремонт в так называемый общий котел. Но затем решили создать специальный счет или наоборот. Со спецсчета решили перевести накопленное региональному оператору. Порядок передачи документов и информации в такой ситуации отныне будет прописан в законе. Передаваемым документам и информацией относятся копии решений общего собрания собственников о принятии такого решения, договора об открытии специального счета, банковского счета, документов о проведении капитального ремонта, информация о начислении уплаченных взносов, информация об отсутствии задолженности по кредитам и займам. Спецсчет дома – это проявление гражданской сознательности собственников, отмечают специалисты. Однако у медали есть оборотная сторона. Мне докладывали, что на счетах вообще деньги залеживаются. Они даже собрали, ни на ремонт не направляют, ни никуда не направляют. Пройдет год или полгода, люди зададут, деньги отдали вам. А кто пользует нашими деньгами? У нас сегодня 4185 домов, которые хранят свои финансовые средства в общем котле. Потом 547 домов, которые открыли специальные счета. Но они выбрали хранить свои деньги также в региональном операторе. И у нас всего 323 многоквартирных дома, которые открыли специальные счета. То есть это практически менее 5% от общего количества. Для сведения скажу, что процент собираемости взносов у нас растет, хотя я считаю не такими темпами. Сегодня он превысил уже более 72%. По специальным счетам этот процент составляет менее 50%. Объяснил такую ситуацию министр тем, что региональный оператор тщательно ведет претензионную работу. О претензиях и жалобах, правда уже со стороны бизнесменов, говорил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашии. Он подвел итог работы за прошлый год. Вместе с количеством предпринимателей в 2015 году выросло и количество обращений к омбудсмену. Если в 2014 году вообще в пятерку проблемных вопросов не входили вопросы контроля надзорных органов, то удивительным образом, но в 2015 году такие вопросы возникали в первую очередь. На втором месте это административные споры в сфере земельных отношений. На третьем месте административные споры в сфере недвижимого имущества. Также в антирейсинг попали проблемы налогов и уголовного преследования. Кроме того, нередко наказание бывает несоразмерным с нарушением. Приведу пример одного предпринимателя. Он занимается выращиванием племенного молодняка кур. Сотрудники управления Федеральной миграционной службы на него наложили 12 протоколов на сумму 4 миллиона 800 тысяч рублей. Это сумма за то, что он своевременно, просто своевременно не подал информацию о увольнении своих сотрудников и о том, что они выехали за пределы Российской Федерации. Михаил Игнатьев поблагодарил бизнес-омбудсмена за работу и отметил, что поддержка малого и среднего предпринимательства сейчас в приоритете у правительства республики и страны. Министр здравоохранения озвучила новость, плохую для курильщиков и хорошую для тех, кто не хочет дышать дымом. Дело в том, что регионам страны дано право дополнительно ограничивать курение в общественных местах. И Чуваша этим правом воспользовалась. Вводится дополнительное ограничение курения табака в следующих общественных местах. В местах на открытом воздухе, на остановочных пунктах всех видов общественного транспорта, а также на расстоянии менее чем 15 метров от них. На расстоянии менее чем 15 метров от входа в подъезды многоквартирных домах, в местах проведения массовых мероприятий и ярмарок в дни их проведения, в подземных и надземных пешеходных переходах, в границе территории сквера и парков. Нарушителей новых норм ждут штрафы.